Это преступление произошло 25 декабря прошлого года. Женщина рассказала, что открыла дверь вернувшемуся домой мужу. Он шагнул в квартиру и упал замертво. Данная версия была в ходе следствия опровергнута, а собранные доказательства вынудили ее признаться в совершении преступления и рассказать в действительности, как все произошло. В тот день и ночью супруги выпивали. В квартире громко играла музыка. Возмущенные соседи сначала приходили ругаться, потом вызвали полицию. Женщина уговаривала супруга вести себя потише, чтобы их не выгнали со съемной квартиры. У семьи денег было немного, потому что мужчина не работал, а женщина была вынуждена содержать его и платить за жильем. Конфликт начал разрастаться, когда женщина попросила у мужа сигарету, он в грубой форме отказал. Она обиделась и заявила, что уедет к родителям, пошла на кухню, чтобы собрать продукты. Через некоторое время туда, по ее словам, буквально влетел муж. И он налетел сзади на меня, он меня ударил по голове и схватил. Чем ударил? Да рукой он ударил. Кулаком, открытой ладони? Да кулаком, скорее всего, ударил. Вы не видели, что получается? Нет, он со спины как-то это... и схватил меня, и он тут же вот... Чем схватил? Это заволосы он меня рукой схватил. А дальше что было? Ну, а дальше я вот как колбасу резала, я схватил правой рукой нож. Потом последовал удар в сердце. Мужчина скончался на месте преступления. Женщина, прежде чем вызвать скорую, попыталась скрыть следы преступления. Я его протерла. Губку смачивали чем-то или сухой? Ну да, водой я смачивала. Протерла его. Потом одела ему носки, штаны, свитер. Протерла полы на кухне в коридоре. Когда на место приехали следователи, их в первую очередь смутило то, что на месте, где лежал мужчина и его одежде, не было никаких следов крови. Их удалось обнаружить в швах между стыками линолеума и на плинтусе. Генетическая экспертиза показала, кровь принадлежит убитому. Следователям было изъято несколько ножей в квартире, подходящих под описание раны и, скажем так, имеющих видимые какие-либо признаки, свидетельствующие о возможном нахождении какого-либо биологического материала, в том числе крови. По данным образцам ножей было проведено несколько экспертиз, в частности генетическая экспертиза, которая установила на одном из ножей кровь потерпевшего и медико-криминалистическая экспертиза, согласно которой именно этим ножом было нанесено колотерезное ранение. В отношении 34-летней женщины возбудили уголовное дело по статье убийства. Ей грозит срок до 15 лет лишения свободы. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов.